конец 19 века это мир накануне такого структурного кризиса и связано это структурный кризис был вот с чем в 1870 71 годах англичане решили закрыть фран для себя французский вопрос во франции в это время управлял наполеон император наполеон 3 который очень раздражал англичан тем что хотел вернуть европу к биметаллической системе то есть золото серебро англичане с 20-х годов уже имели монометаллическую систему золото в 1867 году наполеон провел конференцию в париже по поводу новой вот этой системы пригласил туда англичан англичане проигнорировали но было решено с наполеоном закончить и поэтому сговорились между собой представители верхушек по масонской линии пруссии франции великобритании началась франко-прусская война и французская армия которая была не слабее прусской вдруг потерпела поражение то есть французская проблема была решена но в этот момент немцы преподнесли британцам очень серьезный сюрприз который британцы расхлебывали аж до 1945 года дело в том что масонские ложи существовали по всей европе но все масонские ложи они были такие либерально-космополитически они не были едиными и национальными немцы после того как возник второй рейх в 1871 году после победы над францией они объединили все свои масонские ложи в одну она стала называться гихаем и дождь он тайная германия это был прямой вызов британцам при том причем не на уровне государства на уровне второго закрытого контура мирового управления и согласования в 70-е годы британцам было не до немцев потому что британцы разыгрывали финал большой игры с россией кто знает что такое большая игра нет не за индию так еще за центральную азию игра за центральную азию почему-то большинство думает что термин большая игра придумал рейдиард киплинг использовал его в романе ким я очень рекомендую прочесть этот роман особенно тем кто может читать по-английски потому что киплинга замечательный английский язык но и русский перевод тоже хороший на самом деле термин большая игра придумал капитан коннеле британский разведчик который очень активно работал на ближнем востоке и в 1840 году послали англичане выручать одного английского полковника который сидел у эмира бухарского а в это время шла англо-афганская война и мир бухарский ждал сообщений как там у афганцев с британцами дела идут он получил сообщение что афганцы бьют англичан дело в том что афганцы выиграли обе англо-афганские войны но и когда бухарный мирский узнал эмир бухарский узнал что афганцы побеждают он отрубил голову и полковнику и капитану коннеле который за ним приехал его выручать так вот термин большая игра great game придумал о коннеле большая игра это борьба россии и великобритании за центральную азию вот в 70-е годы это был разгар этой игры но в 80-е годы британцы решили всерьез заняться немецкой проблемой для того чтобы решить немец вот представьте давайте мы британцы нам нужно решить немецкую проблему у нас нет сухопутной армии у нас есть только флот как будем решать как как можно решить немецкую проблему кто должен воевать с немцами россии скажем да верно значит в этом отношении очень хорошо по этому поводу сказал ван дам что великобритания может решить немецкую проблему только сухопутной войной и если три четверти усилий возьмет на себя россии так она и вышла в первом мировании значит британцам нужно было создать единый фронт против германии это означает франция и россия но у франции были в это время отношения скверные очень и с великобритании и с россией и тогда ротшильды которые были организующим центром этого всего они договорились с папой римским который им задолжал что он склонит францию союза с россией и в 1892 году мы потом подробнее будем об этом говорить 93 был заключен русско-французский союз но дальше британцы делаю следующий ход нужно убедить французов пойти на союз великобритания для этого нужно показать что россия страна слабая что для этого нужно сделать как вот можно показать что россия страна слабая чем можно доказать войной небольшой и с кем россия в начале 20 20 века совершенно верно с японией и причем в 1902 году японии великобритании заключили союз россия потерпела поражение правда не стала платить капитуляцию только половину сахалин отдали но французам было продемонстрировано что россия не так сильно французы заключают договор с великобритании а в 1907 году британцы заключают союз россии возникает антанта при этом британцы на себя никаких обязательств не взяли ну а дальше сказать я вам потом буду рассказывать про вторую мировую про первую мировую войну которая во многих отношениях важнее чем вторая с мировой точки зрения для нас естественно важнее всего великая отечественная война с точки зрения мировой первая мировая была по сути дела она определила дальнейший ход и сделала неизбежный вторую вторую мировую